Ну и как обычно напоминаю вам, что работать в такси лучше с проверенным временным таксопарком. Лично я работаю сам и рекомендую вам таксопарк Петербургский транзит. Они уже шестой год на рынке. Уже около 10 тысяч водителей и курьеров работают именно с ними. В Петербургском транзите адекватная комиссия парка. Круглосуточный моментальный вывод срез на карту любого банка. Но самое крутое это их техподдержка. Ребята реально помогают разобраться в той или иной ситуации. Это очень похвально. Так что если ты еще не определился с парком или твой парк не такой, переходи по ссылке и регистрируйся. Вы сможете приступить к работе уже через 15 минут. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. А вы выходите? Да, я уже иду к вам. А, вы знаете где? На большой конюшен, да? Да, да, вижу. Ага, все хорошо. Окей. 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 Оно даже бежит. Перекрыто здесь все, блядь. Блядь, она вообще в закрытую машину ломится. Она вообще просто припаркованная, блядь. Здрасте. Здравствуйте. На Чехова. Мне вот поэтому я в Москве ходил в Типу тоже на стендап. Он организатор, он здесь еще приходил в свой сольный концерт. Я вот смотрю. А, ты же, Ваня, кстати, тоже актер. Ты должен понять. Вообще похуй ее. Вообще похуй. Абсолютно. Григорьева. Да, это, это разный жанр. Можешь не кричать, пожалуйста? Ну, извини, в разный жанр. Слышишь, Вадик, это разный жанр. Ну, типа, актерская бежуха и стендап. Это, то есть, вот в сериале мы его сняли смешно. Слышишь, не кричи, не кричи. Да. Да, все нормально. Ну, мне вот молодой человек тоже сказал. Я громко, правда, разговариваю. Ты кричишь? У меня, правда, когда хабаровчане вот приезжают. Ты кричать начинаешь? Нет, все орут просто. Мы сидим где-то, нам официанты подходят, говорят, ребят, вы очень громко разговариваете. В Петербурге все тихо разговаривают. Ну, это вот какая-то привычка. Пройдешь, мальчик. Так, короче, я про то, что типа актерская, движуха, она убивает стендап вообще. Стендап, это вообще не связано, короче, да. Показывай жесты. Че, ебанутая, что ли? А? Ну, вот такая вот история. Че, сегодня пробки жесткие, да, наверное? Не знаю. Вот это, наверное, тот момент, когда многие спрашивают, почему у тебя в основном девушки попадают в кадр, а не мужики? Вот, пожалуйста, вам тупая ситуация. Во-первых, они втроем залезли, ни один из них не поздоровался. Поэтому я в Москве ходил к Типу тоже, да, он организатор, а он здесь еще приходил свой там сольный концерт. Я вот смотрю, а, ты же, Ваня, кстати, тоже актер, ты должен понять. Чернышевского, один, который, кстати. Да, вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Понимаете, когда вот, допустим, день проходит 20 человек, да, допустим, и 19 из них поздоровались, а один не поздоровался, к нему сразу меняется отношение. Ну, сами понимаете, да, когда другие там, здравствуйте, здравствуйте, там туда-сюда, а один вообще, вот этот недовольный, вот этот, понимаете, но сразу, сразу к нему меняется отношение. Во-вторых, вот этот персонаж, который сидел спереди, это вот, знаете, тут как будто вот с тайги сбежал откуда-то. Это не поздоровался, сесть, как будто меня здесь нет, начать орать мне в ухо. Ну, то есть, кому из вас понравится, если вы будете на работе, а встанут кто-то из вас и будет вам в ухо орать? Кому это понравится? Ну, ладно, и вот, пожалуйста, вам изюминка на торте. Изюминка. Тут надо девушке сказать, ну, типа, меня подъебать. Давайте, говорит, шепотом разговаривать. А, она такая говорит, ты не орешь. Вот, во-первых, кто тебя спрашивает? Я с тобой разговариваю, я сказал ему и попросил вежливо, вежливо. Но, блядь, каждой девчонке, блядь, нужно залезть какую-то пи***у, блядь. Ей не хватает острых ощущений. Причем рядом сидит мужик, не знаю, ее, не ее, коллега по работе, не суть. Мужик даже говорит, да, ты реально орешь, давай потише, типа, понимаете? Но это, типа, она подъебывает меня. Давайте, типа, шепотом разговариваю. Блядь, эта поездка, сколько мы доехали? Шесть минут. Если бы она была минут двадцать бы, блядь, я бы сказал, либо едем молча, либо, ну, тише разговаривайте, либо выходите. Считайте меня психом. Но, когда мне орут в ухо вот этот вот дебилизм и ехать людям так же пять минут, еще сидят, ну, вот, по разговору, что они приехали откуда-то, а где здесь это? Ну, понятно, что они скоро уедут. И вот для меня, знаете, если, когда я приеду в какой-то другой город, я не смогу себя вести так, как ведут себя многие. Типа, знаете, они бы... И почему-то в Питере все хотят казаться, как будто они местные. Я не знаю, почему. То ли это какая-то мода, то ли это круто как-то, что, типа, они сели в такси, да, я тут, блядь, ну, как-то, какой-то, короче, понты какие-то надо здесь погазать. Я бы никогда, если приехал в чужой город, я бы был вежлив, потому что я не знаю города, там, людей, да, я... Ну, блядь. А сюда приезжают, реально, ведут себя просто как свиньи. Что-то из себя пытаются что-то выдать, что-то молчать, шепотом. Будете шепотом разговаривать, если надо, будет. Да повезло, что поездка шесть минут. Ну, можете говорить, что я не прав, но, блядь. Блядь, где они, сучки? Сейчас, подождите, я вам погожу их, нахуй. Заказ отменю. Вот, без... Блядь, камера не застанет. Короче, они такие стоят у шлагбаума, я подъезжаю к ленте, здесь шлагбаум. У меня шлагбаум открывается, естественно, мне надо заехать, потому что он опять, блядь, закроется, нахер, да, естественно, мне надо брать заново этот талончик, потому что я его взял. Я отъезжаю на два метра, встаю, а они встали такие, две бабы, нахуй, с двумя, блядь, у одной, блядь, пакет, нахуй, у другой, блядь, пакет. Не тяжелые, там ничего такого страшного нету в этом. Я проезжаю, а они такие стоят и на меня смотрят, то, что я про... Они вышли, а я проехал на два метра дальше, блядь. Все, и они такие стоят, думают, что я назад буду через шлагбаум, что ли, сдавать. Я говорю, вы ко мне или нет? Нет, я такой шлагбаум, ой, шлагбаум, я говорю, этот багажник открыл им. А они такие, блядь, я говорю, вы ко мне или нет, блядь? А они такие, это, ну да, мы здесь встали. Я говорю, ну я шлагбаум, проехал туда-сюда. Все, я говорю, ложись. Они проходят мимо меня и пытаются в двери залезть. Короче, я стою с этим открытым багажником, как дебил, да, этот, блядь, открываю. А они такие, нет, мы в салон положим пакеты. Я говорю, девушки, я что, просто так, что ли, выхожу вам, багажничек открываю, это, можно мы вызовем другое такси? Обидчивые марамойки. Ребят, ехать 3 километра с ленты, 2 остановки, одну до дома довезти, вторую до дома. Заказ, блядь, рублей 85, нахуй, вот, блядь, вы, блядь, я, блядь, слушайте, вот кто, блядь, вот, если меня кто-то, блядь, попадает, смотрит, да, вот, блядь, и вот так же ведет, вы там вообще приохуели, нахуй? Вы едете за 85 рублей, вам открывают багажник, блядь, что вы положили сюда свои пакеты? Вы еще и выебываетесь, нахуй, я хуею, блядь, я просто, ну, вот, понимаете, у меня реально, у меня уже, наверное, вот, правда, у меня уже, наверное, нет слов. Все, это уже, наверное, это просто, понимаете, да, я не говорю про цены, это просто Яндекс, это просто, вот, если вы смотрите меня, да, там попадаете, вы понимаете, вы до чего довели свои эти низкие цены? Я понимаю, все люди экономят, все, до единого, кто ли, вы смотрите таксоблогеров, поверьте, они все экономят, все, никто не будет покупать хлеб один и тот же, блядь, если он здесь стоит за 20 рублей, в соседнем магазине он будет 300 рублей стоить, никто не пойдет его покупать за 30, все экономят всегда, но есть пределы разумного. Но, понимаете, все равно, в любом случае, такси 70 рублей, оно не может стоить никак, тем более 30, 50, оно не может так стоить, понимаете, вы довели до того, что одни скандалы, вы посмотрите, что вообще творится, вы откройте вообще интернет, вы просто это посмотрите, что вообще просто происходит. И, понимаете, дело-то даже, я понимаю, что есть водители кончены, я согласен, но в большинстве случаев, наверное, на 90%, вот эти пассажиры, они просто, понимаете, они охренели, они всю жизнь свою ходили пешком, и здесь появились вы, агрегаторы, которые просто сделали, что можно поехать за 50 рублей вчетвером, понимаете? И мало того, что они едят четвером, они могут, блядь, беляш закусывать, еще здесь банку пива открыть, еще им AUX подключить, в общем, весь набор букета, и все это за 50 рублей. И причем пассажирам, вот сколько я удивляюсь, это им все, это им нравится, им нравятся эти скандалы, им нравится это все, то есть люди ссорятся, и они не выходят из машины, они будут здесь сидеть, ножками вот так вот топать, но они будут сидеть и доказывать, понимаете? Это людям нравится. Блядь, жалко, камера не была включена, я пара сатэ, а, блядь, а хотя вы все равно бы не услышали, если бы это окно-то было закрыто, что я им говорил. Блядь, началось. Алло. Доступ в интернет, возобновлен. Здравствуйте, мы заказывали у вас на все, наверное, программу какую-то может быть, давай, не знаю. Мы на второй линии, дом 3, подъедите, пожалуйста. Подождите, на второй линии, дом 3. Да. Сейчас я посмотрю, где это. Хорошо, мы вас ждем, это рядышком прям. Так подойдите, рядышком. Не, ну, рядышком для машины, для пешков, не рядышком. Вторая линия, дом 3. Мне даже больше. Тоня. Нет, спасибо большое. Пожалуйста. Да. Алло. Алло. Да, 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 вторая линия, дом 2. Ой, дом 3, дом 3. Вторая линия, дом 3. Угу. Ну, это полтора километра ехать до вас. Ну, да. Ну, вы доплатите? Ну, сколько надо будет, да. Ну, 100 рублей доплатите, я приеду. Хорошо, хорошо, давай. Хорошо. Хорошо. Сейчас посмотрим, доплатят, нет. Нормально все. Добрый вечер. Здравствуйте. На Садовую? Да, на Садовую, 27. Блин, уж так. Сколько там времени у нас? Чего, ехали? 10 минут. Нормально. С музычкой. Можно? Так она играет. Не, а подключиться нельзя. 200 рублей. Серьезно? Да. Ну, его нахер, да? Ну, конечно, его нахер. Ну, его нахер. Пацаны, на позитиве, это нормально. Так, парни, мы подъезжаем, с вас еще сутка. Ну, с вас, за то, что... Аналика нет? Нет. Ну, давайте на карте. Да, на карте. У вас не бар, все хорошо? Все хорошо, да, все хорошо. Все хорошо? Да, все хорошо. Все хорошо, да, все хорошо. Все хорошо? Да, все хорошо у нас. У нас все заебись. У нас все заебись. У нас все заебись. Не, вам реально в бар нахер, где все хорошо? Да, 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 все хорошо, нам. Все, я понял. Заказ будет отива. Пожалуйста. Блядь, блядь, оплатили. Я думал, сейчас нет, почему 100 рублей я должен доплачивать? Блядь, где это все? Вот когда ты полон энергии, потому что сейчас 2 часа ночи, у тебя много сил, блядь. Все, все проходит четко, блядь. Ну, блядь, вот в 7 утра, в 6 утра, когда ты уже уставший, когда ты уже разговаривать не можешь, и тут тебе попадаются такие, блядь, и ты просто языком еле шевелишь, блядь. Как же это бесит, а?